Давайте поговорим про SMTP. Когда вы отправляете кому-то сообщение, ваш почтовый клиент использует протокол ESMTP для передачи этого сообщения. А затем ваш почтовый сервер использует тот же протокол, если ему нужно передать это сообщение на другой сервер. И хотя все говорят и пишут SMTP, речь обычно идет про ESMTP. Тот же самый SMTP, но с набором расширений, таких как авторизация и шифрование. Да, когда-то SMTP не поддерживал даже авторизацию. Теперь немного про SMTP-S. Когда-то интернет был настолько простым, что все в нем передавалось в открытом виде. Потом появились криптографические протоколы шифрования, тот же самый SSL. И сервисы, которые раньше передавали информацию в открытом виде, начали заворачивать трафик в SSL. Но сделать это на тех же стандартных портах оказалось непросто. Клиент и сервер должны договориться о методе шифрования. А чтобы сервис на одном порту одновременно работал для одних с шифрованием, а для других без, требовало бы изменений в протоколах. И чтобы не усложнять все, начали лепить отдельные порты для шифрования соединений. Так появился 443 для HTTPS и 465 для SMTP. Но тут спохватились. Выделенных портов мало, количество сервисов растет. А если еще карты для своих целей будут использовать по несколько портов с шифрованием и без, беда. И в итоге решили немного доработать протоколы. В некоторых случаях это получалось не очень. Например, для HTTP. А в случаях с SMTP получился вполне себе годный вариант. Для этого в SMTP добавили расширение StartTLS. Вообще, расширение StartTLS используется не только для SMTP. В целом, это команда для начала переговоров о шифровании. В отличие от SMTP-S, который использует выделенный порт 465 и сразу шифрует соединения, StartTLS лишь расширение для SMTP. А значит, сессия инициируется как обычная SMTP-сессия. Почтовые сервера приветствуют друг друга, а потом предлагают начать шифроваться и выбирают доступные криптографические протоколы. В итоге, с появлением StartTLS из стандартов решили убрать SMTP-с на 465 порту как отдельный сервис. Но стандартов убрали, а сервис остался и до сих пор используется. Насчет шифрования я еще сделаю отдельный ролик. А пока поговорим про StartTLS. Ранее я сказал, что при StartTLS почтовые сервера или клиент-сервер открывают соединения без шифрования, а потом договариваются о шифровании. Для шифрования они используют тот же самый SLTLS. Но что, если они не могут договориться? Получится, что они будут общаться в незашифрованном виде? По интернету? А между тем, договариваются они без какого-либо шифрования. Тем самым, легко обмануть сервер или клиент отсутствием доступных методов шифрования. И в свое время уличили одного из провайдеров в такой атаке. И нафиг тогда такое шифрование нужно, спросите вы? Не все так безнадежно. На самом деле, администратор может отключить возможность передачи почты, если не удалось договориться о шифровании. А почтовый клиент обязан предупреждать о том, что сервер не поддерживает шифрование. Итак, мы разобрались с тем, что есть SMTP, который работает по 25-му порту. Есть SMTP-S, который работает по 465-му порту. Но есть еще один порт, 587-й, который также используется почтовым сервером. Как вы заметили, почтовые клиенты подключаются к серверам по SMTP. И почтовые сервера подключаются друг к другу тоже по SMTP. Также я говорил в прошлом видео, что есть такие сервера, рилей-хосты, которые пересылают почту. По определенным причинам, в основном человеческим, в интернете есть рилей-хосты, которые позволяют неавторизованным пользователям перенаправлять сообщения с любого адреса. И эти хосты появляются каждый раз, когда нерадивый админ поднимает почтовый сервер, а это бывает нередко. Как итог, злоумышленники поднимают временные сервера и заражают компьютеры пользователей, которые рассылают спам через эти рилей-хосты без авторизации. Поэтому некоторые интернет-провайдеры блокируют любые подключения пользователей к 25-му порту. Между серверами в интернете этот порт открыт, а вот для пользователей сделали отдельный сервис MSA – Message Submission Agent – агент отправки почты. Тем самым отделив подключение пользователей от подключения серверов, которые общаются по-прежнему по МТА. Вообще, даже на 25-м порту работает MSA, но официальный порт для него – 587-й. Так что мешает спамерам использовать этот порт? То, что на MSA, как правило, обязательно авторизация пользователей. Это не единственная причина существования MSA, так как он работает с почтовыми клиентами, он лучше оптимизирован под работу клиентов. Сразу предупреждает о каких-либо ошибках в сообщениях, например, отсутствии доменного адреса получателя. И напоследок, давайте проследим за процессом отправки почтового сообщения. Для этого используем Wireshark – почтовый клиент и Gmail-аккаунт. Все начинается со стандартного TCP-хендшейка, после чего запускается SMTP-сессия. В рамках сессии почтовый клиент и сервер приветствуют друг друга, после чего почтовый клиент предлагает зашифровать сессию. Сервер дает согласие, после чего происходит обмен ключами и начинается зашифрованная сессия – TLS V1.3. После чего в зашифрованном виде клиент авторизуется и передает сообщение, которое не видно для перехватчика трафика. Продолжение следует...